Господин Филипп взял на себя ответственность за результаты выборов. Господин Филипп заявил о том, что он в связи с тем, что мы не прошли в парламент, считает нужным сделать шаг назад, он является членом партии и так далее, и дать возможность партии осознать и прийти к выводу о том, каким образом... Он остался просто рядовым членом партии или он в исполнительном комитете? В исполнительном бюро, да. А какие отношения у вас с господином Дьяковым? Коллегиальные, какими они могут быть. А господин Жиздан, он является членом партии? Да, и господин Жиздан, и господин Панзарь, и господин Райлян. Несмотря на то, что на них существует сейчас определенное количество информации, я так понимаю, и каких-то запросов юридических, и вот этих довольно-таки неприятных вещей, господин Райлян был до недавних пор под юридическим контролем и так далее. Я надеюсь и очень уверена, что наши коллеги докажут свою невиновность и смогут, скажем так, доказать и членам партии, и всем людям, что они были и есть честные люди, и люди-профессионалы своего дела. Вы это связываете с политическим давлением на ваших коллег? Или все-таки там есть какая-то юридическая составляющая? Вы знаете, мне трудно сейчас судить об этом. Я как бы очень неприятно констатировать, что это происходит в какой-то такой обстановке компанейщины. А когда существует компанейщина, когда один за другим эти вещи происходят, то можно предполагать, что это может быть какой-то политический прессинг. Мы должны наблюдать, как эти вещи будут развиваться на протяжении периода, когда наши коллеги будут защищаться в своем правовом поле с адвокатами и своими доказательствами своей невиновности. И только после этого мы уже сможем окончательно заявить то, что происходит. Что вам известно? Где сейчас господин Плохотнюк? Чем он живет? Понятия не имею. После июня 2019 года у нас не было никаких контактов. И я знаю, что и абсолютное большинство моих коллег не знают, как и не знают и большинство граждан нашей страны, где находится господин Плохотнюк и чем он занимается. Продолжение следует...